Китайские производители на европейских автосалонах выступают редко, но на нынешний автосалон во Франкфурт приехал не кто-нибудь, а марка Хун Ци. Событие это не сравнится даже с явлением российского Ауруса на прошлогоднее мотор-шоу в Женеве, потому что Хун Ци, или Красное Знамя, принадлежит старейшему в Китае государственному концерну Фау, и вот уже 60 лет строят представительские автомобили для высшего руководства КНР. Несколько лет назад китайцы задумали вывести Хун Ци на массовый рынок. Для этого в прошлом году на должность вице-президента по дизайну и главного креативного менеджера был приглашен Джайлз Тейлор. С 2011 года англичанин отвечал за дизайн Роллс-Ройсов. Его перу принадлежит и нынешний Фантом, и мега-кроссовер Каллина. А перед приходом в Роллс-Ройс Тейлор целых 13 лет работал на Ягуар. И вот британский взгляд на Хун Ци демонстрирует сразу два концепта. Гигантский кроссовер И-115 стоял на стенде с темными стеклами, поэтому обсуждать тут можно только экстерьер с замысловатым наружным освещением. А техническое описание по-китайски обрывочно. Заявлен электрический полный привод с семью ездовыми режимами, пневматическая подвеска и автопилот четвертого уровня. Второй концепт — это двухместный гиперкар С9 с углепластиковым кузовом. Гибридная силовая установка основана на турбированной «восьмерке», которая установлена за сиденьями и развивает 1400 лошадиных сил. В заявленную динамику разгона поверить еще сложнее, поэтому даже цена в два с лишним миллиона евро выглядит реалистичнее. Серийное производство кроссовера должно развернуться уже в следующем году. Суперкар подоспеет годом позже.